Добрый день, уважаемые односельчане, советники, все присутствующие. Сегодня у нас очередная сессия, следующая повесткой. Отчет примара села Копчега о проделанной работе за 2021 год. Об уточнении бюджета, о внесении дополнений в решение местного совета номер 17, дробь 4, 21 декабря 2021 года, о внесении дополнений и изменений в решение номер 62, дробь 16, 14 декабря 2018 года. У нас в воруме присутствует, присутствует 12 советников. Депутат Народного собрания Валерий Ильич. Еще кто был приглашен в Славирну? Отец Сталий. Приглашены также руководители всех бюджетных организаций нашего села. Кто за данную повестку? Прошу проголосовать. За. Голосуют советники. За. Против, воздержались, одногласно. Прежде чем начать нашу работу, у отца Виталия есть неотложные дела. Просим, чтобы он начал наше выступление. Уважаемый господин примар, уважаемые советники, уважаемые наши жители, сегодняшний день воскрес, он необычный, ровно по тому духовному значению, которому мы умеем отдавать этому дню, так как он является днем, в котором мы возносим свои молитвы Богу. И это произошло сейчас до этого времени, поэтому я после службы и также имею еще совершить некоторые службы для нашего села, поэтому я и нарушил, попросил нарушить некоторые принципы, потому что я обычно всегда в конце стараюсь завершить, может быть, моим словом. Сегодня у вас сессия и отчет примара села Копчак. Это очень важно, наверное, потому что есть определенные правила, которые мы, руководители, стараемся придерживаться. И, наверное, результаты работы нашей, они могут быть достигнуты в результате того, что мы вместе можем быть в течение всего того периода, который положено нам, и по завершению его, чтобы мы могли делать такой умный, красивый, добрый отчет для того, чтобы он был ясен и понятен. Подведение итогов – это всегда некий такой вывод, который, безусловно, за которым следует определенное обсуждение для того, чтобы лучше понять, какие цели были достигнуты, какие должны быть. Мы так устроены, что нам нужен порядок, порядок в уме. Я поэтому искренне желаю, что сегодняшняя сессия, она прошла ровно так, как стараетесь вы делать с добром для села. Примару заранее благодарен за его труд и желаю ему, что то усилие, которое сегодня сделает для всего села, чтобы оно было услышано, было понято, и чтобы вместе, безусловно, работали уже, полагаясь не только на его силу, на его мудрость, но ровно что всем селом мы работали для того, чтобы опять что-то успеть. Задачи у нас огромнейшие, большие, и работы хватает всем. Спасибо. Первый вопрос. Отчет примара Силокопчека о продленной работе за 2021 год. Сегодня я буду давать отчет о продленной работе команды примарии местного совета за 2021 год. К сожалению, в прошлом году, позапрошлом году в связи с пандемией у нас не было возможности с ограничениями собраться в таком широком кругу для того, чтобы рассказать, посоветоваться с населением, как работать дальше, услышать пожелания, замечания. Поэтому сегодня я очень рад, что у меня есть возможность отчитаться согласно нашего обязательства, которое мы брали в 2019 году во время выборов примара, о том, что примар должен ежегодно отчитываться о проделанной работе перед населением на открытой сессии местного совета. Сегодняшний мой доклад будет разделен по разделам. Будет много цифр. Я просто хочу, чтобы, ведь то, что я сегодня буду рассказывать, оно будет потом и в интернете, и в любой спокойной обстановке желающий сможет проанализировать, в том числе и финансовое состояние, финансовую нашу, прежде всего, работу примарии. И я хочу отчитаться до каждой копейки, как мы собираем бюджет, из чего он формируется, и самое главное, как мы его тратим и на какие проблемы. Ну а потом в конце, конечно же, какие вопросы будут от советников, прежде всего, и от наших односельчан, проблемы, которые живые и которые беспокоят всех нас. Социальная характеристика села. По состоянию на 1 января 2022 года численность населения составляет 10241 человек. В 2021 году родилось 116 детей, из которых 52 мальчика и 64 девочки. Умерло в 2021 году 103 человека. Таким образом, естественный прирост составил 13 человек. Для сравнения. В 2015 году родилось 130, умерло 67, прирост составил 63. В 2016 году 139, 95, 44. В 2017 году 113, 74, 39. В 2018 году 112, 77, 35. В 2019 году родилось 106, умерло 89, прирост составил 17. В 2020 году родилось 120, 90, 30. И в 2021 году, как я уже сказал, 116, 103, 13. Итого, с 2015 года за 7 лет родилось 836 жителей села Копчак и умерло 595 наших односельчан. И прирост составил 241 человек. Средний показатель 34,4 в год. В 2021 году было создано 43 семьи. Для сравнения. В 2015-м 78, в 2016-м 71, в 2017-м 46, в 2018-м 55, в 2019-м 58, в 2020-м 47 и в 2021-м 43. Численность населения в трудоспособном возрасте составляет 6647 человек, из которых в селе трудоустроено 1520 человек. В селе услуг 585, в сельском хозяйстве 345, в бюджетной сфере 590. Таким образом, число наших односельчан, не имеющих постоянную работу на территории села, составляет 5127 человек, из которых более 70% периодически выезжают на заработки в Германию, Россию, Турцию и другие страны. В агентстве занятий состоят на учете 23 человека. В селе проживают 1200 пенсионеров, инвалидов до 18 лет, 1, 2, 3 группы, инвалиды 967 человек. Численность получателей компенсации за проезд в общественном транспорте получают 745 человек. За холодный период компенсации получают 1506 человек. Численность получателей единовременного пособия по рождению ребенка – 123 человека. Количество многодетных семей – 303. Трое детей у нас имеют 238 семей, четверо детей – 46 семей, 5 детей имеют 10 семей, 6 детей – 1 семья, 7 детей – 3 и 5 семей у нас имеют 8 детей. В группе риска находятся 17 детей. В селе 2340 домов и квартир, из которых 1879 имеют телефон, 2158 подключены к газопроводу, водопровод подключен к 1262 домам, канализация к 183 домам. В селе 1650 абонентов интернета, 1400 домов и веет кабельное телевидение. В личном использовании находится 2641 автомобиль, 47 тракторов, 54 микроавтобуса. Основной налогооблагаемой базой является 56 экономических агентов и 2246 налогоплательщиков физических лиц, 11 крестьянских хозяйств. В 2021 году на территории села функционировали 32 ИП, 20 ООО, АО с иностранным капиталом. По налоговым свидетельствам работают 23 предприятия, по кассовым аппаратам – 45, по патентам – 90. К селу относятся 10 430 гектаров земли, из которых госземли составляют 351 гектар, 7 440 гектаров – приватизированы и являются собственностью жителей села. 2639 гектаров – это землю местного публичного управления. Из 7440 гектаров 5727 гектаров обрабатывалось колхозом «Победа». 573 гектара – СРЛ «Биаз Салкым», 684 гектара – СРЛ «Инвес Сойл», 113 гектаров – Агроберекет, 98 гектаров – Биаз Икмек, 195 гектаров – Курдова Валентина, крестьянское хозяйство, 195 гектаров – крестьянское хозяйство «Челак Татьяна», 86 гектаров – крестьянское хозяйство «Толмач Павел», 65 гектаров – СРЛ «Котов Агро», 12 гектаров – крестьянское хозяйство «Узун Галина» и 10 гектаров – крестьянское хозяйство «Соколы Михаил». Протяженность улиц составляет около 42 километров, из которых не имеют твердого покрытия 1,5 километра. На всех улицах имеется уличное освещение. Однако 22 километра – еще алюминиевый провод, требующий замены на фотосаду. Из 1309 ламп уличного освещения 683 требуют замены, из которых 205 – это металлические лампы еще советского периода. Теперь я хотел бы дать характеристику доходной части бюджета на 2021 год. Из чего она состояла? Доходная часть бюджета на начало 2021 года составила 29 миллионов 108 тысяч 800 лей, из которых собственные доходы составили 7 миллионов 900 тысяч 100 лей и 21 миллион 208 тысяч 700 лей трансферты, то есть 27 процентов и 73 процента соответственно. В течение года бюджет был уточнен на сумму 33 миллиона 162 тысячи 626 лей, из которых 10 миллионов 270 тысяч 0,43 лея по собственным доходам и 22 миллиона 892 тысячи 583 лея по трансферам, что составляет 39 процентов и 69,1 процент соответственно. Это следующие виды доходов. Подоходный налог заработной платы планировалось, уточненный план 2 миллиона 800, по факту собрали 3 миллиона 507. Кручее подоходные налоги, я буду читать только факт с вашего разрешения, значит, 290 тысяч 128 лей, подоходный налог с физических лиц 11 тысяч 889, подоходный налог с арендой 10 тысяч 245, зарплата земельный налог с юридических лиц 1 миллион 629,699, земельный налог с физических лиц 52 тысячи 0,34 лея, недвижимость юридических лиц 2 миллиона 869, 2 тысячи 869, недвижимость физических лиц 84 тысячи 0,77, недвижимость юридических лиц с оценкой 77 тысяч 127, недвижимость физических лиц с оценкой 16 971, благоустройство 148 700, сбор за размещение рекламы 4 366 лей, сбор за размещение торгового объекта 296 650 лей, сбор за саночистку 2837 лей, патенты 67 133, аренда сельхозназначения 1 430 904, аренда несельхозназначения 33 979, сбор за проведение аукционов 30 000, аренда госимущества 136 216, спецсчет 2 307 036, спонсорская помощь 99 679, контрибуция населения 147 500, финансовый налог 12 556, итого по собственным доходам 10 541 400 лей, и трансферты составили 22 294 400 лей, итого 32 835 800 лей. Таким образом, общее исполнение бюджета в течение 2021 года было увеличено на 3 727 000 лей и исполнено по отношению к планам на начало года на 112,8%. По собственным доходам бюджет был перевыполнен на 2 641 300 лей или на 133,4%. Сумма трансфертов увеличилась на 1 085 000 лей или на 105,1%. В течение 2021 года из 23 видов доходов планы на начало года были перевыполнены по 17 пунктам. Самым доходным в 2021 году стал подоходный налог заработной платы или 3 507 485 лей. Для сравнения, в 2020 году эта сумма составила 2 690 000 лей. В разрезе по подразделениям наибольшую сумму внесла сенотекстиль 865 395 лей или 24,7%. На втором месте работники подведомственных учреждений премьерии села Копчак 632 558 лей, 18%. Затем идет лицей имени Семена Иосифовича Барановского 472 088, это 13,5%. На четвертом месте кооператив «Колхоз Победа» 400 867 лей, 11,4%. На пятом больнице 336 438, на шестом лицея на Когла 271 151 лей. Затем идет скорая помощь 149 513 лей. К сожалению, после ухода от сена текстиль из села Копчак, Казыкли и Чедерлунги, бюджет Копчака в 2022 году получит по подоходному налогу примерно на 1 миллион меньше, чем мы собрали в прошлом году. Вторым подоходом стали поступления в сумме 2 307 000 лей. Значит, это оплата населения за оказываемые услуги, за воду, канализацию, вывоз мусора, сельский автобус. В 2020 году эта сумма составила 1 миллион 665 500 лей. Третью позицию занимает замененный налог юридических лиц 1 миллион 629 699 лей. В 2020 году эта сумма составила всего 382 000 лей, 266. Это выполнение обусловлено прежде всего тем, что Кооператив «Колхоз Победа» закрыл долг по земельному налогу за 2021 год. В 2021 году за 2020 год более чем на 300 тысяч, а также оплатил штрафы, пеню, которые были начислены за допущенные искажения при начислении данного вида налога. На четвертом месте аренда сельхозназначения 1 миллион 430 904 ле. В 2020 году эта сумма составила 624 929 лей. Увеличение связано прежде всего с тем, что увеличилась арендная плата с 800 лей до 2500 лей за 1 гектар на те участки, по которым истек срок договора и повторно проведен аукцион в 2021 году. Пятым стал доход за оплату за размещение торгового объекта 309 704 ле. В 2020 году эта сумма составила 284 647 лей. Как видим, увеличение произошло на 25 тысяч лей. По остальным видам существенной разницы по сравнению с 2020 годом нет. По вышеперечисленным нами видам дохода было собрано 9 миллионов 183 тысяч лей из 10 миллионов 541 тысяч лей или 87,11%. На остальные 18 видов доходов, по остальным 18 видам доходов было собрано 1 миллион 358 тысяч лей или 12,89%. Отдельно хочу остановиться на контрибуции населения, которое в 2021 году составило 147 500 лей. В 2020 году данный показатель составил в два раза больше – 291 тысячу. Это средства, собранные уличными комитетами при реализации совместных проектов, таких как строительство дорог по улице Котовского 69 тысяч, улица Пушкина – 24 тысячи, водоснабжение улица Гагарина – 17 тысяч, 1 мая – 6 тысяч, канализация улицы Калинина – 27 тысяч, проект по выносу линии электропередач по улице Карла Маркса – 4,5 тысячи. Я очень благодарен односельчанам за поддержку и хорошую практику совместного решения социальных проблем нашего села. Участие населения в виде сбора контрибуции – это, как правило, обязательное условие при выделении грантов нашими донорами. Эти средства, поступая в местный бюджет, дают возможность увеличить объем выполняемых работ и составляют обычно от 3 до 10%. К примеру, стоимость работ по улице Котовского составила более 1 миллиона лей. Взнос уличного комитета составил 69 тысяч или 6,9% от общей суммы стоимости дороги. Однако это сотрудничество очень важно. Без подобной практики, которую премьер начала еще с 99-го года, со строительства 1-й улицы Островского, невозможно было бы осуществить такие проекты, как строительство нашего нового храма. Это сплачивает людей, и эту практику, на мой взгляд, надо продолжать. Если проанализировать по предприятиям, которые участвовали в формировании местного бюджета в 2021 году, то на первом месте кооператив «Колхоз Победа» – 2 миллиона 240 тысяч лей. На втором месте «Осенотекстиль» – 1 миллион 24 тысячи 821 лей. Фирма «Хонекс Пак» – 297 тысячи 872 лей. «Биас Салкым» – 214 тысячи 348 лей. «Агроберекет» – 182 тысячи 481 лей. «Толмач Павел» – 148 тысячи 950 лей. «Квадрис Прим» – 124 тысячи 441 лей. Остальные предприятия внесли от 500 до 70 тысяч лей в местный бюджет. Таких предприятий в селе порядка 197. Говоря о трансфертах, следует отметить, что часть из них были сокращены в течение года или не доданы, согласно среднему показателю по Гагаузии. Так, на начало года было запланировано уличное освещение для села Копчак 655 тысяч лей. Получено, выделено же Копчаку всего 186 тысяч. На пожарные ДПО на начало года было утверждено 177 тысяч 800 лей. Получено только 59 тысяч 300. По детским садам на начало года было запланировано 14 миллионов 855 тысяч 900 лей. Получено 13 миллионов 723 тысячи 238 лей. Это стало следствием принятого бюджета Народным собранием 7 мая 2021 года. Пополнение местного бюджета – это одно из самых важных направлений деятельности Примарии. Поиск новых, актуализация традиционных источников, повышение эффективности администрирования госимущества, кропотливая системная работа специалистов Примарии, советников и позволяет достичь более высоких результатов. При этом я задаю сам себе вопрос, могли бы мы добиться большего? Я уверенно скажу, что могли. Но для этого нужна слаженная работа между Примарией, депутатами Народного собрания, местным советом, руководителями села при поддержке нашего населения. Теперь я предлагаю рассмотреть, куда же были потрачены эти деньги в прошлом году. Расходная часть бюджета. Перейдем к расходной части бюджета. До начала года расходная часть бюджета была утверждена в сумме 29 миллионов 108 тысяч 800 лей. На конец года план был уточнен в размере 33 миллиона 459 тысяч 600 лей. Кассовый расход составил 28 миллионов 656 тысяч 200 лей. Это 98,5% от суммы, утвержденной на начало года или 85,6% к уточненному плану. Предлагаем рассмотреть, как были потрачены по подразделениям средства, собранные в местный бюджет. Аппарат Примарией. Я буду читать только кассовый расход. Аппарат Примарией 1 миллион 504 тысячи. Пожарное депо 126 тысяч. Детские сады 13 миллионов 566 тысяч 100. Лагерь отдыха 607 тысяч 300. Спортшкола 1 миллион 962 тысячи 300. Бухгалтерия 173 тысячи 100. Библиотеки 152 тысячи 400. Музей 1000 лей. Дом культуры 1 миллион 438 тысяч 300 лей. На спорт 19 тысяч 200 лей. Мероприятие 223 тысячи 500 лей. Соцработники 155 тысяч 300 лей. Социальная помощь 219 тысяч 200 лей. Благоустройство сбор мусора 576 тысяч 800 лей. Уличное освещение 450 тысяч 200 лей. Водоснабжение 1 миллион 273 тысяч 100 лей. Стадион 9 тысяч лей. Дежурные и прочие 277 тысяч 600 лей. Дороги 1 миллион 377 тысяч 6 тысяч лей. Дорожный фонд 1 миллион 106 тысяч 600 лей. Общественные организации 173 тысяч 900 лей. Центр социальной поддержки населения 238 тысяч 500 лей. Благоустройство 202 тысячи 200 лей. Призывники 2000 лей. Обслуживание сельского автобуса 116 тысяч 500 лей. Бюветы. Обслуживание бюветов 46 тысяч лей. Содержание грейдера 103 тысяч 300 лей. И проекты и капинвестиций 2 миллиона 698 тысяч 700 лей. То есть в прошлом году было потрачено 28 миллионов 656 тысяч 200 лей. Теперь давайте рассмотрим, куда были израсходованы эти средства по разделам. Чтобы выяснилась картина, над чем работал коллектив примарей, наши подведомственные учреждения в 2021 году. Что получилось осуществить нам в прошлом году. А какие проблемы нам еще предстоит вместе решить. Органы местного публичного управления. Как я уже сказал, я расскажу на что были потрачены эти деньги. Оплата труда. Я опять буду читать только затраты кассовый расход. Оплата труда 910 тысяч 800 лей. Соцфонд 262 тысяч 700 лей. Медстрах 3 тысяч 7 тысяч лей. Больничные сработодателя 10,2. Электроэнергия 24. Газ 23,9. Интернет 5,5. Услуги связи 21,2. Аренда и содержание транспорта 6,4. Услуги юридические услуги 12. Оценка недвижимости 1,8. Ремонт зданий и сооружений 12,5. Командировочные 27,7. Протокольные услуги 4,2. Подписка 8,2. Прочие услуги 29,3. Капитальный ремонт 26. Приобретение оборудования 15,4. Топливо 65,5. Запчасти 9,8. Канцхостовары 16,7. Стройматериалы 7,5. Итого 1,5 млн 4 тысячи лей. Таким образом, на содержание местной власти в 2021 году было потрачено 1,5 млн 4 тысячи лей, из которых 1,187,4 тысячи лей – это затраты на заработную плату, соцстрах и медстрахование. Коллектив премарии составляет по штатному расписанию 19 человек, фактически работают 14 вместе с охранниками. Существует вакансия бухгалтера, специалиста по делам молодежи и спорта, специалиста по привлечению инвестиций, юриста. В 2021 году было принято на работу в работу 1136 и отправлено 975 документов. Издано 1,255 распоряжений примара. Выдано 6,298 справок. Рассмотрено 37 петиций граждан по спорным вопросам. Выдано 300 доверенностей на получение компенсации пенсии по инвалидности. Оформлено 8 заявлений об отказе от наследства. Оформлено 59 деклараций и разрешений на прописку. В 2021 году прошло 18 заседаний местного совета, где было рассмотрено 168 вопросов. В 2021 году выдано 44 справки о приеме уведомлений о начале торговой деятельности. Выписаны налоговые извещения в количестве 1483 штуки. 197 справок о занятии предпринимательской деятельностью. В село в 2021 году заключено в селе 84 договора. Проведено 7 тендеров, 10 аукционов, на основании которых заключено 30 договоров. В 2021 году произведена инвентаризация площадей по 83 статьи. Список объектов недвижимого имущества, находящихся в пользовании кооператива колхоза «Победа». Рассмотрено 821 заявление собственных квот на выделение земельных участков в натуре. Общей площадью 1354,6 гектара. Сформировано и зарегистрировано в БТИ 11 земельных участков и подведомственных учреждений. В 2021 году отделом по привлечению инвестиций написано 18 проектов и заявок на участие в грантах по привлечению инвестиций. Некоторые планируем начать в 2022 году. Это такие, как строительство кровли в лице имени Бориса Иоанна Когла, канализационные системы по улице Советская, Гоголя, Макаренко, Бориса Главана. Главной проблемой администрации является необходимость проведения срочного ремонта здания при Марии. Кровля течет, рушится фасад, окна прогнили. Это наше лицо села. Наверное, Молдове уже не осталось при Марии в таком ветхом состоянии. До сих пор мы не считали возможным приступить к ремонту админздания, так как все усилия направляли на улучшение материальной составляющей детских садов, спортшколы, лагеря. Думаю, что время пришло для того, чтобы навести порядок и в админздании. Пожарная служба. На пожарную службу в 2021 году было израсходовано 126 тысяч, из них 113 тысяч 200 на заработную плату, 4 тысячи на топливо, 4 тысячи запчасти на водовозку, 4 тысячи на строительные материалы для текущего ремонта здания. Следует отметить, что на 1 января 2021 года было запланировано 178,8 тысяч лей. Однако, как я уже выше подчеркивал, 7 мая 2021 года решениями сполкома и депутатов Народного собрания прошлого СОЗОО сумма была уменьшена до 59 тысяч. В результате пришлось перенаправить 67 тысяч лей из местного бюджета, из которых 6 тысяч составили сбор населения на пожарные депо. В 2021 году пожарная выехала и осуществила 17 вызовов по тушению объектов частного государственного имущества, а также тушение свалок и сухостоя. С тревогой хочу поделиться, что последние годы неизвестными лицами осуществляются поджоги на центральной полигоне, центральной свалке. В конце августа, накануне Дня села. В 2021 году подожжена была не свалка, а парк при везде в село. Хотелось бы обратиться ко всем жителям, быть очень осторожными с огнем, на природе и сообщать при мореволицах, совершающих умышленные поджоги. Ведь очередной поджог был произведен буквально 10 марта этого года. Уже 13 марта отошлышшая сторона была окутана полностью смогом. Пожарники отдел благоустройства ликвидировали поджог, но сколько ущерба было сделано здоровью односельчан окружающей среды, никто деньгами подсчитать не может. В этом году планируем отремонтировать пожарную машину, на что по предварительной информации потребуется 12 тысяч лей. Очевидно, что в случае невыделения средств на пожарные ДПО и Сполковом Гагаузи нагрузка ложится опять не только на премарию населения, собирающих по одному лею в месяц домовладения. В прошлом году из-за сокращения финансирования мы были вынуждены оставить только три охранника. А ведь зарплата пожарника минимальная и составляет чуть больше тысячи лей в месяц. Поэтому я думаю, что и экономические агенты должны более ответственно отнестись к вопросу по содержанию ДПО. Ведь пока приедет пожарная машина и старый клей, ущерб от пожара может быть гораздо больше, чем содержание ДПО в год. Только совместными усилиями мы сможем сохранить пожарную службу в селе для обслуживания нужд, которые находятся на страже частного и общественного имущества. Детские сады. Это самый большой наш раздел. Заработная плата. 8 млн. 313 400 лей. Соцфонд. 2 млн. 416 300 лей. Медстрах. 34 100 лей. Больничная сработодателя. 68 900 лей. Электроэнергия. 137 000 лей. Газ. 173,6 тысяч лей. Интернет-услуги. 14 4 тысяч лей. Связь. 4 тысяч лей. Аренда и содержание транспорта. 700 лей. Ремонт здания и оборудования. 10,6. Переподготовка кадров. 8,9. Прочие услуги. 17,9. Компенсации. 118. Капитальный ремонт. 394,7. Приобретение основных средств. 0,6. Топливо. 22. Запчасти. 11,3. Медикаменты. 4,1. Констовары. 50,3. Строиматериалы. 72. Питание. 1,690,800 лей. Прочие. 2,5. Итого. 13,566,100 лей. Как видим, на содержание детских садиков ушло 13,566,000 лей. Или 47,3% от общего бюджета нашего села. Почти половина. В свою очередь, 80% из потраченных средств ушло на заработную плату соцфонд и медстрах. Для сравнения, данный показатель в 2016 году составлял 68%, а в 2017 году составлял 62%. О чем говорят эти цифры? Вдумайтесь, пожалуйста. В 2021 году 80% от всего бюджета, выделенного детским садам, было израсходовано на заработную плату, и только 20% было израсходовано на детей. В виде затрат на питание, электроэнергию, газ, интернет и так далее. Повторюсь, в 2017 году, 5 лет назад, этот показатель составлял 62,38% соответственно. Именно это стало следствием дискриминации наших детей региональными властями при распределении трансфертов специального назначения между детскими садами Гагаузии. Так, в 2021 году при среднем показателе 25,760 лей на одного ребенка по Копчаку было выделено всего 21,930 лей на одного ребенка. Тем самым мы недополучили 2,3 миллиона лей. Такая же ситуация была и в 2020 году. При среднем показателе по Гагаузии 23,080 лей Копчаку было выделено нашим детям 20,910 лей. То есть минус 1,3 миллиона. В 2022 году при среднем показателе 31,330 лей запланировано для Копчака на одного ребенка 26,910 лей. Минус 2,6 миллиона. Таким образом, за три года наши детские сады недополучили по нашим расчетам порядка 6 миллионов лей. Если бы мы получили эти 6 миллионов лей, то показатель 80 и 20 были гораздо другими. У нас показатель примерно ориентированно был бы равен 2016-2017 году, 60 и 40. Мы многократно обращали внимание руководству автономии о решении данного вопроса, но остались неуслышанными. Не услышали нас и депутаты Народного собрания прошлого СОЗОВа. Нежелание или неумение решать данный вопрос вынудил нас выйти на акции протеста в защиту интересов жителей Копчака. Я благодарю коллективы и родителей, которые не остались безразличны и вышли на эти акции протеста. Несмотря на ограниченные возможности, в детских садах были в 2021 году решены ряд вопросов. В первом детском саду принята на баланс оргтехника, приобретенная за счет компенсации педагогам на сумму 39,1 тысячи лей. Это 4 телевизора, 2 принтера, музыкальный центр, другая техника. В четвертом детском саду эта сумма составила 21 500 лей. Тоже 4 телевизора, ноутбук и принтер. Во втором детском саду был проведен капитальный ремонт пола в двух группах, уложен ламинат на сумму 36 100 лей. У детского сада номер 3 уложен тротуар на 9 тысяч. Расширена уличная парковка для автомобилей у детского сада номер 4. Однако все эти усилия, все наши усилия в прошлом году были направлены на проведение капитального ремонта в детском садике номер 1. Это было вызвано необходимостью замены кровли в пищеблоке, проведение капремонта складских помещений для пищевых продуктов, утепление главного корпуса, строительство ограждений, благоустройство территории, замена водостоков и другое. Согласно предписанию АНСА и санэпидемстанции, нам запрещалась в прошлом году дальнейшая эксплуатация первого детского садика. Руководство детского сада и коллектив оказались перед выбором. Либо мы закрываем детский сад номер 1, либо мы идем на риск, не обращая внимания на противодействие из полкома некоторых других людей, и под угрозой, что не хватит средств в конце года на заработную плату персоналу для садиков. И мы приступили к его ремонту. Проведя рабочее совещание со всеми руководителями детских садов, советниками, бухгалтерией, родительскими комитетами, было принято решение удовлетворить обращение коллектива детского сада номер 1 во главе с Василисой Трифонной и приступить к его ремонту. В результате тендера был заключен договор подряда на сумму 1,2 млн. тысяч лей. Согласно контракту предусматривалось, что на 1,8 млн. тысяч лей будут оплачены в 2021 году, а 126 тысяч в 2022 году. Несмотря на чинимые препятствия при проведении ремонта, а именно блокирование платежей по выполненным работам, недофинансирование, травля премьерей и детсадов в средствах массовой информации, обращение в прокуратуру, центры по привязке коррупции и даже в суд для привлечения Горизана к уголовной ответственности за неправильный, незаконный ремонт детского сада номер 1, нам удалось выполнить все перечисленные выше работы и запустить его. Из 1,884,100 лей мы выплатили в 2021 году всего 394,700 лей. Остальные постараемся оплатить в 2022 году. Однако по детскому саду номер 1 у нас еще есть много работы. Это завершение благоустройства территории, это ремонт подвальных и подсобных помещений, это строительство склада и другое. Эти работы будем совместно продолжать в этом году. Есть у нас нерешенные вопросы и по другим детским садам. В саду номер 2 директор Ирина Федоровна Кайке следует увеличить количество теневых навесов, закончить благоустройство территории, построить зал для проведения мероприятий. В третьем саду, где директор Драган Софья Ивановна, следует обновить игровую площадку, заменить ограждение по переулку Горького, отремонтировать здание бывшей котельной. В четвертом детском саду, директор УЗУН Валентина Ивановна, необходимо построить теневые навесы, подумать над установкой кровли в зимнем саду. Думаю, в течение 2-3 лет можно решить все перечисленные проблемы при условии, что исполком перестанет делить детей Гагаузии на своих и чужих. И справедливо будет распределять специальные трансферты между детскими садиками автономии. Родители и коллективы детских садов я хочу поблагодарить за понимание и поддержку, ведь если бы мы с вами не будем бороться за права наших детей, то никто этого делать в принципе не будет. И пусть никто не сомневается, мы добьемся результата, объединив усилия Примарии и прежде всего новым составом депутатов Народного Собрания. Конечно, советников, руководителей, я очень надеюсь, родителей, жителей нашего села. Лагерь отдыха. Оплата труда 193 600 лей, соцфонд 55 200 лей, медстрах 700 лей, больничные работодатели 2,4, электроэнергия 4,8, связь 1000 лей, ремонт сооружений 299 800 лей, оборудование 5,9, приобретение основных средств 32,2, топливо 2,4, запчасти 7,8, канского товара 0,3, стройматериалы 1,7, итого 607 300 лей. В лагере отдыха у нас на постоянной основе трудоустроено 4 человека, завхоз и 3 сторожа. В 2021 году лагерь в летнее время не функционировал в связи с пандемией COVID. Однако в течение года была проведена определенная работа, а именно перед домиками вся площадка была уложена брусчаткой более 600 квадратных метров на сумму 299 800 лей. Также уложена брусчатка перед столовой. В прошлом году приобретена теновая сетка для проведения мероприятий и газон на сумму 32 тысячи лей. И 7,8 тысяч лей потрачено на запчасти для микроавтобуса, который также закреплен и за лагерем. Приобретены мотобор и триммер для ухода за территорией. Надеемся, что в этом году нам разрешат принять детей в лагерь. Для его подготовки нам необходимо провести ремонт домиков, уложить брусчатку от моста до пищеблока, заменить клеенку в плавательном бассейне. На будущее необходимо по каждому домику пристроить санузлы, чтобы дети по ночам не выходили на улицу. Следует также обновить мебель, благоустроить спортивную площадку. Дальнейшее благоустройство позволит нам рассматривать вопрос по включению лагеря отдыха в туристические маршруты Республики Молдова. Мы должны использовать лагерь не полтора месяца, а 10-11 месяцев и использовать его по максимуму. Спортшкола. На содержание спортивной школы в 2021 году было израсходовано 1 миллион 962 тысячи 300 лей. При плане на начало года 1 миллион 748 тысяч 200 лей. Это заработная плата 1 миллион 104 тысячи 900, соцфонд 315-100, медстракт 4, больничная сработателя 3 и 4, электроэнергия 8, газ 22 и 7, интернет 2 и 6, связь 1000 лей, аренда транспорта 6 и 4, ремонт 13 тысяч, командировочные расходы 25 тысяч, командировочные расходы за границу 1,8, прочие услуги 1,8, компенсации 11, капремонт 28 и 9, приобретение транспорта 319 тысяч, приобретение машинооборудования 8, 4, приобретение основных средств 10, 3, топливо 13 тысяч, запчасти 9, 2, медикаменты 700 лей, учебное пособие 4, 7, канцхозтовары 4, тысячи лей, струематериалы 18, 8, мягкий инвентарь 24, 6, итого 1 миллион 962 тысячи 300 лей. Можем обратить внимание, что на заработную плату соцфонд Медстрах было потрачено 72 процента, от выделенных трансфертов, или 1 миллион 427 тысяч 400 лей. Хочу подчеркнуть, что на начало года было выделено 1 миллион 748 тысяч лей, и в течение года сумма трансфертов была увеличена на 195 тысяч лей. Без этой суммы затраты на персонал составили, как и в детских садах, 81 тысяча, 81,6 процента. Коллектив спортшколы составляет 20 человек вместе с тех персоналом, которые тренируют 298 детей. В группах по футболу, борьбе, волейболу, теннису, шашкам, шахматам. Несмотря на ограничения на ковид, наши дети активно принимали участие в различных чемпионатах Гагузии Республики Молдова. По футболу в возрастной категории 13 заняли второе место в чемпионате Молдовы. Тренер Кирчога Дмитрий Петрович. По волейболу наши девочки в чемпионате Молдовы заняли третье место. Тренер Бабога Юрия Фанач. По борьбе в чемпионате Молдовы заняли Ангельчев Влад и второе место. Келегла Николай, Чалак Сергей, Чавдар Федор, Калюогла Виталий заняли третье место. Тренер Калюогла Виталий Иванович. По остальным видам спорта чемпионаты не проводились из-за пандемии. В 2019-2020 году в категории У-16 наши футболисты заняли первое место в Молдове. Тренер Соколы Вячеслав Иванович. В 2021 году был приобретен микроавтобус для детей спортивной школы. Что составило 319 тысяч лей. Это облегчило транспортировку наших детей на соревнования. На средства выделенные Федерацией футбола приобретена форма на 24 500 лей, мячи на 2800 лей, мебель на 10 300 лей, газовый котел на 8 400 лей. В 2021 году спортивные школы приступили к капитальному ремонту подвальных помещений, где будет расположен тренажерный зал, душевые санузлы. Для детей строится там же и парилка. Были установлены двери и окна на сумму 28 900 лей. Более чем 30 тысяч приобретены строительные материалы. Работы в большей степени выполнялись техперсоналом ДЮС США во главе с Арфанос Николаем Михайловичем и односельчанами, получившими часы отработки по решению суда. Самой большой проблемой является в ДЮС США нехватка помещений. Строительство второго этажа спортшколы затягивается из-за пандемии. Под готовый проект плавательного бассейна пока не можем найти доноров. Выиграли проект по реконструкции стадиона с искусственным покрытием, но не можем приступить к его реализации по причине противодействия администрации и кооператива колхоза «Победа». Для привлечения средств на стадион главным условием донора является его нахождение на балансе примарей, для облегчения его дальнейшей жизнедеятельности. Согласно решению местного совета, мы провели инвентаризацию объектов, находящихся на стадионе, для того, чтобы принять их на баланс. Однако, к сожалению, администрация кооператива обратилась в суд, который приостановил решение данного местного совета. Все эти действия наносят большой ущерб селу и тормозят его развитие. Я думаю, что сегодня мы видим, что администрация агрокооператива не ухаживает за стадионом, но и нам не дает возможности, не дает примаре возможности его привести в порядок и отремонтировать. В конечном итоге страдают дети. Аналогичная проблема и с ангаром за домом культуры. Примария давно могла провести там ремонт и переоборудовать его под спортивный центр, где могли бы тренироваться футболисты в зимнее время, волейболисты, возобновить баскетбол и так далее. К сожалению, по той же самой причине, нежелание сотрудничать с примареей, с местным советом, с депутатами народного собрания, мы теряем очень много возможностей. Да, работы много в этом направлении. Я уверен, что все эти задачи, все-таки нам удастся найти компромисс, консенсус, общий язык и все-таки для села, для детей решить эти проблемы. Бухгалтерия. На содержание центральной бухгалтерии в 2021 году было израсходовано 173 100 лей, главным образом это на заработную плату. 117 9 тысяч это соцфонд, 34 тысячи медстрах, 500 лей. 2,7 тысячи потратен на услуги связи, 1,5 тысячи лей на командировочные расходы, еще 1,5 тысячи лей прочие услуги. 3,5 тысячи это топливо, 2,8 констовары. Возглавляют бухгалтерию Кабак Ирина Семеновна, работают 4 бухгалтера, есть один вакант. Девочки у нас дружные и с поставленными задачами справляются. Библиотека. В 2021 году на содержание библиотек было израсходовано 152 400 лей. Заработная плата составила 95, соцфонд 27,8, больничные сработодателя 1,2, электроэнергии 11,2, интернет 3,6, связь 0,5, командировочные 0,7, подписка 8,9, прочие услуги 0,2, приобретение 0,6, констовары 1000 лей, прочие материалы 0,8, стройматериалы 0,4. Как видим, здесь также большую часть затрат заняла заработная плата. Ольга Федоровна в прошлом году уволилась в связи с переездом на постоянное место жительства в Россию. Сегодня за это направление отвечает Елена Федоровна. В библиотеке ежеквартально проводятся выставки, обзоры книг, беседы. Книжный фонд составляет 13 300 экземпляров, брошюр и журналов. Ученики с интересом участвуют во многих мероприятиях, получают новые знания и навыки. Библиотека оказывает также услуги взрослому населению в пользовании с интернетом и оборудованном компьютерном классе, куда вход свободный. Музей. В 2021 году на музей фактически было затрачено всего лишь 1000 лей. Это оплата за электроэнергию. Это одно из самых слабых звеньев нашей работы на сегодняшний день. После ухода на пенсии Анастасии Владимировны у нас фактически не было много лет музейного работника. В начале 2021 года нам удалось активизировать работу в этом направлении, приняв на работу деличбан Георгия Ильича, который с большой ответственностью относится к своим обязанностям. На сессии местного совета по согласованию с администрацией лица имени Яна Когла, принято решение передать пять помещений в корпусе начальных классов по улице Победа под музей. На сегодняшний день в этих помещениях завершается косметический ремонт. Скоро начнем перевозить экспонаты. По предложению Георгия Ильича создана рабочая комиссия, в которую вошли представители детсадов, лицеев, общественность, для выработки концепции функционирования Копчатского музея. Значимость музея в жизни любого села, народа, неоценима. И я уверен, что музей в скором времени станет одной из визитных карточек нашего села. Дом культуры. На содержание ДК в 2021 году было потрачено 1 миллион 438 тысяч 300 лей. На оплату труда 966 тысяч 700 лей. Соцфонд 287 тысяч лей. Больничные сработодатели 4,6. Медстрах 3,6. Электроэнергия 30. Газ 25,8. Интернет 5. Связь 1. Аренда и содержание транспорта 9,1. Ремонт зданий и сооружений 8. Командировочная 0,1. Командировочная за границу 3,7. Прочие услуги 8,7. Приобретение машин и оборудование 20,7. Топливо 5,5. Запчасти 19,3. Медикаменты 0,8. Канскус товары 8. Стройматериалы 26,1. Прочие материалы 4,8. В ДК работает 31 человек, из которых специалисты 25 и 6 технический персонал. Высшее образование у пятерых. 14 имеют среднее специальное образование в области культуры и искусства. К сожалению, в ДК высокая текучесть кадров. В течение 2021 года сменилось 8 работников. В ДК функционируют 11 коллективов. Два взрослых ансамбля. Это Гюнишли Караф, имеющий звание образцовый. И состоящий из 8 человек. Руководитель Чибан Екатерина Петровна. И оркестр народной музыки Шейнова. Руководитель Топал Иван Дмитриевич. В ДК функционируют 9 детских кружков. Фольклорный ансамбль Бюльбюльджик. 10 детей. Руководитель Чибан Екатерина Петровна. Ансамбль народного танца Чикирги. 26 детей. Руководитель Горизан Лидия Ивановна. Кружок вокального искусства Соловушка. 17 детей. Руководитель Чибанова Ольга Васильевна. Кружок технического творчества. Самоделки 5 человек. Руководитель Сергей Никонич Ревога. Кружок декоративно-прикладного искусства. Добро 10 детей. Руководитель Кабак Наталья Федоровна. Кружок совместного танца. Айтин 5 человек. Руководитель Ольга Леонидовна. Кружок современного танца. Старс 30 детей. Руководитель Горизан Лидия Ивановна. Театральный кружок амбиции. 18 детей. Руководитель Молочной Наталья Алексеевна. Кружок видеосъемок. Стоп. Снято. Руководитель Узун Татьяна Ивановна. Всего задействовано 138 детей. Из них 122 ребенка. В 2021 году в ДК проведено 99 мероприятий. Такие как 8 марта, 9 мая, День села, День защиты детей. Организованы праздничные поздравления ко дню учителя, ко дню медика, работника сельского хозяйства. Работники ДК участвуют во всех акциях, проводимых в Копчаке. Поздравления населения с праздниками. Сопровождение спортивных турниров. Систематически организуются выставки. Вместе с молодежью проводится показ фильмов. На региональном уровне работники ДК приняли участие в конференции Гагу с премьерлером Берли совместно с Калмом. Пятый фестиваль Баура. На международном уровне. На съезде тюркской молодежи, прошедшей в августе прошлого года в Копчаке. Выезжали на мероприятие в Тараклию. День города открытия памятника генералу Инзову. Чадерлунге фестиваль Мортишор. Камрад, благотворительный концерт и так далее. В 2021 году наши работники приняли участие в международном фестивале Сабантуй в городе Костанца, Румыния. В связи с ограничением по ковид было проведено 70 мероприятий онлайн. С осени прошлого года в Доме культуры функционирует фестиваль музыкальной школы города Чадерлунга. В целом хочется подчеркнуть, что коллектив Дома культуры во главе с Анной Николайной Копчу является одними из самых активных и работоспособных подразделений премьерии села Копчак. В 2021 году в Доме культуры было приобретено оборудование на сумму 38 682 лей, а именно радиомикрофоны, кабеля, пульт. Для коснужд, пылесос, стиральная машина для чистки костюмов. В рамках проекта «Про Европа» на 82 500 лей в коворке «Центр» приобретены видеокамеры, ноутбук, штатив для камеры, флешки, жесткий диск и так далее. На сумму 6 000 лей было отремонтировано старое оборудование. Есть в Доме культуры проблемы. Прежде всего, они связаны с кровлей, местами она стала подтекать. Требуется ремонт сцены, замена светового оборудования, ремонт подвальных помещений, косметический ремонт остальных главных помещений. Спорт. По данному разделу в 2021 году было израсходовано всего 19 200 лей. На развитие спорта в селе и спортивные мероприятия очень сильно повлияли ограничения, связанные с пандемией COVID. К сожалению, в 2021 году по этой причине не были проведены многие турниры, которые в селе являются традиционными. В 2021 году прошел рождественский шашечно-шахматный турнир, где приняли участие команды Гагаузии и Приднестровья. В апреле прошел турнир по волейболу с участием команд Копчака, Кишунева, Чемишли и Камрата. В прошлом году удалось провести спортивные мероприятия на День села, где было потрачено 15 500 лей на призовой фонд. В то же время после четырехлетнего перерыва команда клуба «Сокол» приняла участие в чемпионате Республики Молдова в дивизии «Б», заняв шестое место из 16 команд. Отдельно хочу подчеркнуть решающую роль в развитии взрослого футбола президент клуба, советника Молочлы Виталия Михайловича и тренера Соколы Вячеслава Ивановича при поддержке спортшколы вместе с Трандафилом Иваном Константиновичем. Существенную поддержку клубу оказали наши односельчане, проживающие за рубежом. Одну форму для команды приобрел Иван Чоглый Игорь при поддержке футбольного клуба из Германии, в котором он сегодня играет. Вторую форму для ребят подарили наши земляки, живущие в Москве, во главе с Яланжей Ивановым. Не остались в стороне и наши односельчане, Яланжа Сергея, Юсюмбелий Сергей, Орлёгла, Виталий и другие, которые оказали клубу материально-финансовую помощь. Решение местного совета. Примария в прошлом году выделила 98 тысяч лей для участия команды в чемпионате Республики Молдовы в дивизии Б. В 2021 году наши ребята приняли участие в Кубке Молдовы, выйдя в 1-8 финала, но проиграли Динамо Тирасполю, который играет в высшей лиге. Чемпионат Гагузии в 2021 году не проводился. Надеемся, что в этом году нам удастся возобновить проведение наших традиционных турниров по волейболу, футболу, борьбе и другие мероприятия. Всего по этому разделу в 2021 году было израсходовано 223 тысячи 500 лей. В селе прошло 40 мероприятий местного, регионального, республиканского и даже международного уровня. Это день пожилого человека, 14 тысяч лей. День учителя, 22 тысячи лей. Форум мэров Республики Молдова, 28,9 тысяч лей. Международный женский день, 8 марта, 12,7 тысяч лей. День защиты детей, 5 тысяч лей. Поздравление юбиляров на День села, 18,5 тысяч лей. 97,6 тысяч лей были потрачены на День села, куда входит аренда сцены, питание гостей и музыкантов, салюты и так далее. По 4 тысяч лей было выделено организацию юбилея женсовета села Копчак и фестиваль Баура. При содействии КАЛМ в 2021 году в Копчаке прошла конференция руководителей местного публичного управления, в котором приняли участие примары Гагаузи и со всех концов Республики Молдова, депутаты Народного собрания. Главной темой конференции затрагивались вопросы децентрализации власти, финансов в Молдове, опыт Гагаузии. Во второй половине 2021 года в Копчаке прошел съезд международной организации тюркской молодежи, МОТЭМ, на котором приняли участие делегации Молдовы, Турции, России, Румынии, Болгарии и другие. В прошлом году две делегации из Копчака посетили город Мустафа-Кемаль-Паша по обмену опытом. На высоком уровне прошел в 2021 году пятый форум выходцев села Копчак, на котором обсуждались совместно реализованные проекты, планы на будущее. Массово в 2021 году прошел один из главных наших праздников – День села и Клисен-Курбаны. Новшеством стало проведение концертной программы на открытом воздухе на летней эстраде. На мой взгляд, праздник удался, за что хочу поблагодарить директора Дома культуры Анны Николаевны, которая отвечала за концертную программу, и директора спортшколы Трандафилова Константинча, который отвечал за организацию и проведение спортивных мероприятий. Набирает популярность фестиваль «Баура», который был проведен в пятый раз и тоже становится визитной карточкой нашего села. В целом, конечно, в прошлом году не удалось реализовать все намеченные планы. Помешала пандемия и введение в стране ограничений в проведении массовых мероприятий. Надеемся, в 2022 году пандемия отступит, и мы возобновим все наши мероприятия. Социальные работники. В 2021 году на содержание социальных работников было израсходовано 155 300 лей, из которых 151 000 лей – это заработная плата, соцфонд, мистрак, 4 000 лей потрачены в течение года на командировочные связи, констовары и так далее. В примарии работают три соцработника, которые обслуживают 30 одиноких пенсионеров. Они помогают по хозяйству, по дому с покупками. Кроме этого, соцработники задействованы и в других мероприятиях – составление списков, обследование семейного положения, раздача дров и многое другое. Хочу поблагодарить Узун Лидию Ивановну, Ангельчу и Марью Николаевну, Франжу Людмилу Ильичну за проводимую работу. Социальная поддержка населения. На социальную поддержку населения в 2021 году было израсходовано 219 200 лей, из которых 76 800 лей выделено деньгами и 69 000 лей в виде ГСМ. 71 000 лей в виде приобретения дров, 2500 лей в виде продуктовых пакетов. Впервые в 2021 году примария приступила к омоложению лесополос и на вырученные средства стали закупать дрова для малоимущих слоев населения. В прошлом году было раздано более 1500 сеток. В этом году мы эту работу продолжили и раздали еще более 2000 сеток. В течение 2022 года мы продолжили работу по обеспечению населения дровами. Это особенно актуально становится сейчас, когда повышаются цены на энергоносители и другие товары. На Рождество и на Старый Новый год 71 сельчан получили подарочки и по 200 лей. На Пасху 50 человек при поддержке Молочлы Николая Георгиевича получили продуктовые пакеты. На День села 2 старожилые и 6 семей юбиляров получили по 500 лей. На День пожилого человека СРЛБА Салкым 50 семей выделили по ящику фруктов. В 2021 году в Фонд социальной поддержки населения было отправлено 133 анкеты, из которых было удовлетворено 110 на сумму 90 130 лей. 636 семей было оформлено на пособие на холодный период года, из которых было удовлетворено 230 на сумму 481 143 лея. 350 человек было оформлено на социальные пособия на сумму 189 400 лей. Было составлено 52 акта обследования жилой и бытовых условий проживания. 16 семей были оформлены на материальную помощь на сумму 7 400 лей. В селе находится 7 семей в ситуации риска и 17 детей. Всего 1506 получателей за холодный период года в Гагаузии. Услуги по вывозу мусора. Это уже чисто услуга. Заработная плата 334 тысячи 9, соцфонд 96,9, медстрах 1,5, больничная с распродателем 1,6, аренда и содержание транспорта 4,6, ремонт здания и оборудования 12, топлива 75, запчасти 49,6, прочие 0,7, итого 576 800 лей. Таким образом, на оказание услуг по вывозу мусора в 2021 году было израсходовано 576 800 лей. Всего на вывоз мусора заключено 1885 договоров. Начислено всего за данную услугу в 2021 году 574 891 лей. Оплочено населением 504 591 лей. Долг составил население и экономических агентов 70 400 лей. Таким образом, 72 309 лей на оказание услуг по вывозу мусора было отличено из местного бюджета Примарии. По данной услуге существует переходящий долг на 2022 год по ГСМ в сумме 18 000 лей. Запасным частям 18 000 лей. То есть фактически расходы по данной услуге составили 613 000 лей, из которых оплачено 576,8. Минус 504,5 и остается 72,3. Мусор выводится ежедневно согласно графику. Каждый день вывозится по 5-6 рейсов, то есть 11-14 тонн. В год вывозится более 3,5 тысяч тонн мусора. В 2-3 дня грейдер гуртует мусор на центральной свалке. Стоимость вывоза мусора составляет 25 лей со двора в месяц. Характеризуя данную услугу, надо отметить, что мы стараемся повысить ее качество, но есть у нас и проблемы. Связаны они главным образом с тем, что работает старый мусоровоз, который часто ломается. В 2021 году полностью заполнилась старая свалка, и решением местного совета был выбран новый полигон, находящийся за Живпромом с южной стороны. Другой проблемой является систематический поджог, как я уже раньше говорил, нашего центрального полигона неизвестными лицами. Ежегодно старую свалку поджигали в середине августа перед днем села. В марте этого года, я уже тоже об этом сказал, что подожгли парк при въезде в село. Тушить мусорный полигон пожарными машинами бесполезно. Поэтому для быстрого реагирования от водокачки Живпрома мы протянули водопровод к новой свалке протяженностью 250 метров. А ведь эти средства можно было бы израсходовать на какие-то другие цели внутри села. Провести новый водопровод по какой-то новой улице. С целью уменьшить распространение пакетов из центральной свалки принято решение установить ограничительную сетку с ее южной стороны. Важным направлением нашей работы является классификация мусора. Первые шаги в этом направлении сделаны в рамках программы ГИС Германия. В 2022 году мы продолжим эту работу в рамках программы «Прон Швейцария», согласно которой будут закуплены для каждого домовладения нашего села мусорные контейнеры и 15 контейнеров для сбора пластика по улицам. Дополнительно предполагается приобрести агрегат для дробления пластика. Общая сумма проекта составит 34 тысячи долларов, из которых 16 тысяч долларов выделяет донор, 8 тысяч долларов вклад из полкома, согласно программе возмещения и контрибуции, и 8 тысяч долларов, согласно условию договора, должна быть контрибуция премьерии и жителей села Копчак. Отдельно хочу поблагодарить жителей нашего села, которые ежегодно участвуют в очистке нашего села от мусора на общесельских субботниках. В основном это работники бюджетной сферы и ученики лицеев, поэтому прошу и остальных односельчан активнее принимать участие в этих акциях. Мы замечаем, что село наше становится чище. Это заслуга прежде всего каждого из нас. Мы продолжим эту работу по очистке села от мусора и надеемся на поддержку, конечно, всех односельчан. Уличное освещение. В 2021 году по данному разделу было израсходовано 450 тысяч 200 лей, при уточненном плане 458 тысяч 200 лей, из которых 106 тысяч составила заработная оплата электриков, 274 тысячи 200 лей оплата электроэнергии, 4500 лей ремонт оборудования, 800 командировочные расходы, 700 прочие услуги, 28 топлива, 63,8 приобретения материалов. В селе 42 километра уличного освещения, как я уже говорил, из которых 22 километра алюминиевый стандартный провод устаревшего типа, который следует срочно заменить на кабель. 19,1 километр уже исполнен в торсаде. Из 1302 ламп, я уже тоже об этом говорил, уличного освещения 478 старого образца, пластиковые 205 еще советские металлические. И только 619 ламп, это ледовские лампы современного образца, которые удалось установить благодаря принятой депутатами Народного собрания прошлого созова программе «Освещенный населенный пункт». Однако исполком в 2021 году прекратил финансирование данной программы в мае месяце, забрав у Копчака 469 тысяч лей. Именно поэтому мы не смогли в прошлом году продолжить работу по замене алюминиевого провода и старых ламп. В связи с прекращением финансирования уличного освещения, нам пришлось в прошлом году на некоторое время прекратить освещать село, а затем установить график освещения по вечерам и утрам. Надеемся, в 2022 году депутаты Народного собрания, они в принципе уже вернули эту программу. К сожалению, она не соответствует тем цифрам, которые была. Ну и на этом спасибо, как говорится, 2,5 ле на одного жителя. То есть мы получим порядка 230 тысяч лей. То есть в любом случае из 500 тысяч лей 230, если нам выделяют исполком, остальные мы должны будем найти в местном бюджете примарей. Для оперативного реагирования по устранению неполадок в уличном освещении, замена ламп и так далее, односельчане активно используют группу «Диалог с примарей». Особо хочу поблагодарить наших электриков, Георгия Дмитриевича, особенно Степана Алексеевича, за работу и своевременное реагирование на обращение односельчан в этой группе. При этом хочу подчеркнуть, что наши электрики обслуживают не только уличное освещение, но и 4 детских садика, объекты водопользования, водоотведения, лагерь отдыха, спортивную школу и другие. Водоснабжение. Таким образом, на оказание услуг по водоснабжению было израсходовано 1 миллион 273 тысячи 100 леи. Начислено населению и юридическим агентам в 2021 году 1 миллион 155 тысяч 134 лея, из которых оплачено 1 миллион 74 тысяч 872 лея. Недоимка составила 80 тысяч 262 лея. В связи с недоимкой и с ростом расходов над доходами из местного бюджета было направлено на услугу по водоснабжению 198 тысяч 300 леи. Стоимость кубического метра воды 1 кубометра составляется лет 13 леи, водоотведения 9 леи на куб. В централизованную воду получаются лет 1334 двора центральной канализации, подключено 185 домохозяйств и юридических лиц. В 2021 году в рамках программы ДАР 1 плюс 3 был проведен водопровод по улицам Бориса Янокогла, Молодежная, Пионерская, Космонавтов. Общая сумма проекта составила 518 тысяч 900 леи, из которых 50 тысяч контрибуция населения. По условиям донора об этом говорит само название ДАР 1 плюс 3. Предусматривается участие донора 1 примарии и населения в виде контрибуции. Собранная контрибуция уличными комитетами была сдана на спецсчет примарии и направлена на расчет с подрядчиком за выполненные работы. В результате проекта 82 дома получили воду из центральной водопроводной сети. Из средств капинвестиций была проведена канализация по улице 1 мая Котовского, Ленина. Вернее, проведена была она чуть раньше, но в прошлом году только удалось рассчитаться за выполненные работы. Сумма работ составила 1 миллион 473 тысячи 600 лей. По данным улицам канализационной сети подключилось 25 домов. По проекту ФИСУМ совместно с общественной организацией Копчак и Чинь была проведена канализация по улице Калинина. Сумма проекта составила 360 тысяч лей, из которых контрибуция населения составила 27 тысяч лей. В 2021 году при поддержке фонда малых грантов нам удалось восстановить родник, расположенный в Ялпуге, имеющий самый большой дебет воды на юге Молдовы и находящийся под охраной государства. Была выстроена новая опорная стена, уложена брусчатка, скамейки, мусорники, установлены ограждения. Построен водоотвод для набора воды техникой, а также купель для окунания. Сумма проекта составила 261 тысяч лей, из которых 60 тысяч выделили в виде софинансирования экономические агенты. Это физические лица Казанжи Николай, Орлеогла, Иван, СРЛ, Мелина, Тараклия. Был сделан химический анализ воды из этого родника в Ялпуге, который показал, что по качеству вода в нашем Ялпугском Ялпуге, она одинакова по качеству с водой, которую мы сегодня подаем с центральных бюветов. То есть там вода чистая. В рамках проекта ГИС Молдова в 2021 году были сданы в эксплуатацию еще два бювета. Один по улице Победа, второй по улице Котовского. Общая сумма проекта составила 1 миллион 794 тысячи 600 лей. Обязательным условием данного проекта также участие жителей села в виде контрибуции. Однако мы не стали собирать с населения контрибуцию в прошлом году в рамках данного проекта. Согласно решению местного совета, был проведен аукцион по реализации зерна из резервного фонда Гагаузии, выделенного исполкомом в селу Копчак. Вырученная сумма в размере 172 тысячи лей и была зачислена как контрибуция населения в рамках данного проекта. В рамках проекта по улице Котовского из брусчатки вложена стоянка для машин и посажены туи. По улице Победа, кроме автостоянки и зеленых насаждений, установлены ограждения, разбиты цветочники, установлена детская игровая площадка. На данном этапе ведутся работы по копке накопителей для воды, для того, чтобы в летнее время избежать перебоев в работе наших бюветов. В целом, данный проект, на мой взгляд, стал очень полезным и эффективным. Я хочу поблагодарить партнеров из программы ГИС, а также коллективы и руководителей детсадов, лицеев, домокультуры, больницы, всех односельчан, которые поддержали данный проект и приняли участие в общесельских субботниках по саночистке и озеленению территории села. Что также было в качестве главного условия выделения донорами финансовых средств на постройку наших бюветов. На обслуживание бюветов в 2021 году было израсходовано 46 тысяч лей, из которых 26 тысяч на заработную плату и 20 тысяч на электроэнергию. В этом году затраты будут гораздо выше, так как в прошлом году два новых бювета были запущены во второй половине года. В отличие от некоторых населенных пунктов, вода в наших бюветах подается без оплаты и все затраты несет местный бюджет. Считаем, что данный подход верный, ибо чистая вода – это главный фактор сохранения здоровья наших односельчан. Основными проблемами водообеспечения села является необходимость замены подачи по улице Крупская. В прошлом году премарея подготовила в рамках программы АИПА проекты по замене подачи по улице Крупская строительству канализации и укладки тротуара. Однако наша заявка, к сожалению, была отклонена. Мы продолжаем искать средства для решения данного вопроса. Другой проблемой является необходимость ремонта двух скважин по улице Мира, так как в летнее время в селе ощущается нехватка воды. Мы постараемся в этом году решить эту проблему, однако нам следует думать о дальнейшей перспективе по обеспечению села водой кардинально. Таким вариантом может быть доставка в село воды сел Пугского родника. Его дебет позволяет решить проблему в корне. Еще одним плюсом является то, что, как я уже сказал, высший химический анализ воды, он ничем не хуже, чем вода в функционирующих бюветах. Это очень дорогостоящий проект, но нам над ним уже надо работать сейчас. Мы планируем в этом году продолжить работу по расширению канализационных сетей при поддержке программы Мэймплик. Я участвую. Как видим, в самом названии «Я участвую» заключена опять-таки идея участия жителей села Примарии в виде контрибуции. Речь идет о проведении центральных канализационных сетей по улице Бориса Главана до кладбища, Макаренко до улицы Бориса Янокогла, Гоголя до улицы Островского и Советская. Отдельно хочу поблагодарить сотрудников нашей коммунальной службы водоснабжения и водоотведения. Это нелегкая работа, не всегда благодарная, но очень значимая. В этой области еще предстоит многое сделать, а это можно только сообща. Посыльные. В 2021 году на содержание посыльных было израсходовано 277 600 лей. Это главным образом заработная плата со страхованием и страховкой наших посыльных Примарии, расходы на которых в бюджете классифицируются отдельно. Поэтому я их указал отдельно. 21. Строительство и ремонт дорог. В 2021 году на эти цели было потрачено 2 млн 484 200 лей, из которых 1 млн 58 тысяч – это средства, выделенные нашему селу из Республиканского дорожного фонда, 1 млн 284 600 лей из бюджета Примарии и 93 тысячи – контрибуция населения, а именно 69 тысяч – это жители улицы Котовского, 24 тысячи – это жители улицы Пушкина. Данные средства были направлены на расчет за строительство улицы Котовского, части улиц Пушкина, улицы Кутузова, Брусчатки – 2 млн лей. 48 тысяч столей было потрачено на проведение ямочного ремонта по улице Родака, улице Бориса Главуна и Горького. На 41 700 лей была закуплена брусчатка и в партнерстве с магазином Русева Савелий Дмитриевича отремонтирован заезд к складам магазина и тысячу мелочей и корпусам осенотекстиль. Также были оплачены услуги технодзора. В 2022 году нашему селу было выделено из Республиканского дорожного фонда 2 млн 462 тыс. лей. Премьер села Копчак провела тендер по отбору подрядной организации на строительство дорог в этом году. В результате 9 тысяч квадратных метров брусчатки с бордюрами должны быть уложены за 6 млн 844 тыс. лей, включая НДС. Это 760 лей за 1 квадратный метр дороги вместе с бордюрами. 4 млн лей в 2022 году на строительство дорог будут потрачены из бюджета премареи. И 300-350 тыс. лей мы надеемся, что мы соберем вместе с уличными комитетами. Участие уличных комитетов со своей контрибуцией будет важным фактором при строительстве улиц. Считаю, что данную традицию нарушать никак нельзя. Нельзя некоторые проекты в селе реализовать, собирая контрибуции с населения, а некоторые проекты без контрибуции. Правила для всех должны быть, на мой взгляд, одинаковы. Тогда будет по-честному и будет справедливо. В этом году планируем построить часть улицы Победа от Горького до Калинина, Кирова от Пирогова до Суворова, улица Пирогова вся, улица Калинина от Радака до Пирогова. Я хочу поблагодарить уличные комитеты за сотрудничество, понимание и участие в работе. Без вашего участия мы не смогли бы осуществить столько работы, ведь размер контрибуции в уличных комитетах варьируется, как я уже говорил, от 5 до 10% от общей суммы строительства. Остальные 90-95% выделяют доноры или премариер. Однако, это очень важный фактор по дальнейшему бережному отношению к построенным объектам. Это объединяет людей. Ведь именно эта практика, я еще раз хочу повториться, именно эта практика нас объединяет, и мы являемся примером для всей Молдовы в строительстве нашего самого главного храма – стадион. На содержание стадиона мы потратили в 2021 году всего 9 тысяч лей, из которых 7100 лей потрачено на строиматериалы по ремонту скамеек, душевых и так далее. 1900 лей приобрели насос для колодца. О стадионе я говорил подробно ниже. Отмечу, что в ближайшее время мы планируем все-таки приступить совместно с Федерацией футбола Республики Молдова и программой «Дар 1 плюс 3», в рамках которой также обязательным является контрибуция населения, опять подчеркиваю, к строительству новой мини-футбольной площадки с искусственным покрытием. Здесь будем рассчитывать уже полностью на поддержку, конечно, всего населения, прежде всего наших футболистов. Поддержка общественных организаций. В 2021 году на эти цели из местного бюджета было израсходовано 173 900 лей. По ходатайству футбольного клуба «Сокол» 98 тысяч лей. 40 тысяч лей – Общество афганцев на строительство памятника воинам-интернационалистам. 18 тысяч 624 лея женсовету «Надежда» в рамках работы МИК «Долина Родников». 9 тысяч 312 лей – Союз примаров Гагаузии в виде взносов. 5 тысяч лей выделено на строительство церкви. 3 тысячи лей выделено на больнице. Как видим, большая часть суммы ушла на поддержку нашей футбольной команды, участвующей в чемпионате Республики Молдова в дивизии «Б». В этом году мы продолжим поддержку футбола, в развитии которого большую часть, я еще подчеркивал об этом, играет Виталий Михайлович Вячеслав Иванович. На футбольном турнире в честь афганцев планируем провести торжественное открытие памятника в строительстве, которое главную роль играют сами афганцы нашего села во главе с Драганом Иваном Ивановичем. Особо хочу поблагодарить женсовет «Надежда» во главе с Капущей Ольгой Антонной, с которой премария смогла осуществить ряд важных для села проектов, один из которых, как я уже говорил, строительство бюветов по улице Котовского и улице Победа. Центр социальной поддержки населения. На функционирование Центра социальной поддержки населения в 2021 году было израсходовано 238 500 лей, из которых 72 600 зарплата, 21 400 фонд, 200 лей медстрах. 7 000 потрачено на электроэнергию, 15 000 на газ, 11 000 на ремонт, 4 000 на приобретение основных средств, 20 000 на топливо для подвоза бесплатных обедов на дом, 70 200 лей на продукты питания для приготовления обедов, 20 200 лей на стройматериалы, а именно построена арка, разбит виноградник, установлена теплица, посажен небольшой сад и плодовые кустарники. В социальном центре создаются домашние условия в случае, если появятся постояльцы. Пока желающих переехать в социальный центр нету, но мы ежедневно разводим по домам 40 нуждающимся односельчанам горячие обеды. Хочу поблагодарить наших поваров и Марью Федоровну, и Анну за бережливое сохранение имущества Центра социальной поддержки населения во главе с Ангельчем Антоном Николаевичем. У нас в планах расширить сферу деятельности Центра социальной поддержки населения, задействовав здания бывшей котельной и прачечной больницы. В этих помещениях мы планируем открыть Центр по перераспределению материальных ценностей, пожертвованных нашим населением или донорами. Социальную столовую на 100 мест, социальную прачечную и так далее. Проект написан, и мы находимся в поиске донора для его осуществления. Призывники. По данному разделу в прошлом году был израсход 2 тысячи лей. Это на ГСМ для отвоза наших школьников на медкомиссию в Чедерлунгу. Хочу отметить, что ранее премария нанимала транспорт, что обходилось гораздо дороже, нежели сегодня при наличии двух микроавтобусов. Отдельно остановлюсь на обслуживании сельского автобуса. По данному разделу в 2021 году потрачено 116 600 лей, из которых 40 тысяч столей заработная плата, 11 400 лей соцстрах, 200 медстрах, 30 тысяч топлива, 25 тысяч запчасти, 2,5 тысячи ремонта, 7,1 тысяча дорожный налог, тестирование, страховка. Надо отметить, что 4 651 лей остался долг за ГСМ и фактически в прошлом году было потрачено 121 100 лей. Собрано же за обелечивание пассажиров в прошлом году 61 415 лей. То есть себестоимость одного билета составляет фактически сегодня 6 лей. А местным советом утверждено триллия. Другими словами, за проезд в общественном транспорте население платит 50%, в премаре 50%. Во многом это связано с тем, что автобус старенький, часто ломается, и повышенный расход ГСМ, что и приводит к увеличению себестоимости проезда. В этом году себестоимость, я думаю, что будет еще выше, и связано это с резким ростом цен на ГСМ.